Вы когда-нибудь пробовали зарядить телефон обычной батарейкой? Нет? Сейчас я покажу, как это работает и что для этого нужно. Для этой цели в качестве регулятора напряжения мы будем использовать стабилизатор. Он поможет поддержать постоянное напряжение даже при изменении входного напряжения. Это очень важно, потому что электронные компоненты рассчитаны только на определенное напряжение. Например, если мы подключим этот светодиод к батарейке, он будет мгновенно разрушен, так как напряжение протолкнуло слишком много электронов сквозь тончайший усик светодиода, что привело к выгоранию. Чтобы подключить светодиод, нам требуется резистор. Он уменьшит ток и защитит компоненты. В этом случае при повышении тока будет сгорать не светодиод, а резистор. Но при этом напряжение должно быть постоянным, поэтому мы используем стабилизатор, чтобы обеспечить постоянное выходное напряжение даже при изменении входного напряжения. Допустим, нам нужно 5 вольт постоянного напряжения и достаточно тока для зарядки простого телефона. Но при этом мы планируем подключать его к нескольким источникам питания, таким как батарея 9 вольт или, к примеру, аккумулятор 12 вольт. Есть много вариантов на любое напряжение, но сегодня мы будем использовать LM7805. Он может поддерживать постоянное выходное напряжение 5 вольт и ток в размере 1,5 ампер. Но в то же время он может быть подключен к любому источнику питания от 7 до 35 вольт. И я не нашел более подходящий стабилизатор, чем этот. Он имеет 3 контакта. Первый – это нерегулируемое напряжение. Второй – это земля. А третий – это регулируемое напряжение. В рекомендациях производителя указано, что если источник питания находится далеко, то совместно со стабилизатором необходимо использовать конденсатор на 0,22 мкФ, так как конденсатор помогает сглаживать перебои в питании, а также низкочастотные искажения. Далее мы добавляем еще один конденсатор. Это небольшой керамический конденсатор емкостью в 1 мкФ. И предназначен он для фильтрации шума и высокочастотных искажений от источника питания, потому что мы не всегда можем получить идеальный ток от источника питания. Также на выходную группу мы добавим один байпасный конденсатор на 1 мкФ и один электролитический на 10 мкФ. Далее на входной стороне мы добавляем защитный диод. Он защитит схему, если мы подключим блок питания неправильно. В данной схеме мы можем использовать выпрямительный диод или диод шотки. Если сравнить их работу, то мы можем заметить, при увеличении напряжения светодиод, подключенный к выпрямителю, не такой яркий. Это потому, что данный тип диода имеет большое падение напряжения. Если замерить показания на диоде шотки, то получим падение напряжения в пределах 0,3 В. В то же время у выпрямителя оно будет в размере 0,6 В. Поэтому при подключении к 9 В батарейке от общего напряжения будет вычитаться 0,6 В. А это значит, что устройство отключится ранее, чем действительно сядет батарейка. В данном случае я буду использовать диод шотки. На этом схема наша собрана. В следующий раз я проведу прямой эфир и объясню, как она работает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...